Это ставим на Local Recording, для того, чтобы вы смогли посмотреть это все на нашем канале в YouTube, канал StarLadder, или на нашем, собственно, на StarLadder. На Twitch, на StarLadder. Смотрите повторы, смотрите нас в прямых эфирах, а лучше в прямых эфирах. Все происходит именно сейчас, здесь. Единственное, что вы все это видите, с 10-минутной задержкой, чтобы наши команды не могли ничего зачитить. За что спасибо большое Twitch. Команды, составы. TD-42, Калента и Камелот на Т-32, Бладес и Апекс на ИСАХ-3, Апостол на Хумеле, Ксион на 50-м и Гишут на Т-1. И характерники казаки. Фили на Альфа-Тапке, Титан на 32-м, Василий Теркин на 32-м, Босс на 32-м, Кагнеши на Т-20, кстати, о нем мы сегодня уже разговаривали, да, и Реалист на Бизоне, также Киас на Т-1. И Ксион поехал сразу-сразу вперед, чтобы просмотреть, увидеть все, что здесь происходит. И весь первый засвет, и посмотри, и вид. Попадает на Титан, Титан всего разбивает гусеницу Ксиону, ух ты, попадает сейчас по Ксиону, и Титан тоже разряжается по нему. Неужто уедет? Неужто нет, врезался. Да, ну кто, да, Босс забирает его, но Апекс сейчас ставит марту. И три тяжа сейчас засветят, два 32-х и ИС, третий на прямой наводке у двух 32-х, Казаков, и Босс получает, на него концентрирует огонь, 27% у него всего лишь остается. Вот так начали. Бодро, бодрое начало, ребята. Стоит там, там, ух ты, минус Титан, Калентос, вот это выстрелы, слушай, здесь 500 метров. Еще есть один выстрел по боссу, 113 хп остается у него, не знаю, доберут ли. Добирают! Вот, посмотрите, пожалуйста, из вот этой позиции 42-е сделали себе уже преимущество в два танка, и там едет 488 хп Фили, и, блин, вот это да, слушай, ну, вот... Вот это начало, вот это старт, ребята именно не стали долго выжидать позиции, и просто перестрелялись с расстоянием в полкилометра друг в друга. Да, видят, видят, сейчас Кагнеша стрелится по нему. И у него 801, остается всего лишь, Кагнеша прячется за зданием. Здесь Василий Теркин, рядом с ним, но остались вдвоем, ну, плюс там Бизон, плюс, эээ, плюс Фили, у которого, напоминаю, 400 хп. Три в два, три в два сейчас выходят, ТД-42, и... И выходят же, и выходят быстро, Апекс остановился. Иссы третий танкуют, получают 294. Фили, один с хп остается у него, арта промахивается, апостол только что по Фили, но забрал бы его, и был бы, был бы вообще аут. Вот, вот это да, слушай, так как, как... ТД-42, молодцы, ребятки, давайте даем. Вот она кишня, Дэнни, вот она сживается на горле у Казаков-характерников. Обидно, конечно, за них, но что же делать? Есть... Пытается у него, Кагнеша пытается там что-нибудь возразить Бладосу, разращивается он на него, и... 236 дал, и все. Бизон, реалист, пытается тоже... Выйти на прямую наводку. Друзьям, получает, поджигает, сейчас Кагнеша забирает его, и все. Остался один Бизон, реалист, на трест... Бьет по ИСу третьему, не пробил. И Апостол отличным выстрелом, вот это победа. ТД-42, но это было... Три минуты, три минуты, друзья, ТД-42 дал возможность прожить Казакам-характерникам на поле боя. Всего три минуты. Я в шоке. Слушай, ну если так все будет развиваться сегодня, я не знаю даже, смотрим ли... Сможем ли посмотреть мы вот такие вот моментики, как у нас есть перебивочка здесь специально сделанная для... Нашими монтажниками, ребятками, до нас и... И она. Она. Ну и пчелы показали в прошлом бою, поет полет пчел, а Клешня Дэнни полет из Дом Кукушки. Или полет фанеры над Борижем, просто чей-то пролет, казачки, ребятки, характернички, соберитесь, ребятки. Мы вас видели, видели в предыдущих боях, видели вас на Intel Challenge видели. Да, и хорошо вы там выступали. И хорошо выступили. По-моему, не заняли слишком призовых мест, назовем их так, потому что все призовые места забрали себе реды. Но вы тоже были в финале, вы тоже были здесь в Киеве, хочется увидеть вас снова. Да, и 42-ые тоже были здесь. Ну и напомню, что Звездная Лига все-таки, друзья, это не просто так. Здесь все профессионалы собрались и представили себе, что вы играете самый важный матч. Да, я, кстати, продолжая полет на Дизуно Кукушки, мне кажется, что Кен Кизи, увидев этот матч, написал бы свою книгу совершенно по-другому. Да, наверное, эта книга была бы наверняка про танки. Да, ну, кстати, книга, фильм, кто знает, как, кстати, зовут актера, замечательно. Я, к сожалению, не фан. Блин, Джек Николсон. Да, Джек Николсон. Да? Наверное, наверное, да. И Джек Николсон играл бы, по-моему... У нас здесь вместо Джека Николсона Гагидзе и Танчик для вас стараются в Киеве, в Киберспорт-арене. Это StarLadder, друзья, это Звездная Лига, и это четвертый поединок на сегодня, он уже будет последним. TD-42, Деннис Клоу против Казаки-характерники, и это карта Энкс, уже 1-0 в пользу TD-42. Друзья, стрим готов, вас все ждут, конечно же, вы звезды сегодняшнего вечера, давайте, покажите класс. Ну, и мне кажется, что этот матч будет самым быстрым. Если так дальше пойдет, то, конечно, он будет самым-самым таким ножевым, что ли, так сказать. Да, и сейчас, кстати, вот я вижу, меняются немножко сетапы команд, и Апостол, который был на Хумеле, сейчас уже взял Бизона и Камелот. И у TD-42, кстати, появился Т-29. 29-го, да, вот я про них как раз и рассказываю. И не допустят ли ошибку Голов, Казаки, взяв 44-ку. Ну, посмотрим, да, что сейчас будет. Второй бой. Кстати, полностью поменяли сетапы команд, то есть у каждой из команд есть свои какие-то, наверное, домашние заготовки по работе на этой карте с каждой из баз. Все полностью изменилось. Теперь у нас в сетапе у Казаков 4-32-х, 44-ка и 2-Т-1-ых. Да, и 2-32-ых, 2-С-3-ых, Т-29, Бизон и Т-1 у Клешни, у Крабов, не знаю, как правильно назвать. Но Крабы есть, Крабы это немножко другие ребята. Есть, по-моему, такой клан. Да, есть такой клан, Крабы. Отъеду я сейчас немножко подальше, чтобы не мешать никому. Ну, и посмотрим, что будут делать команды с этой базы. Мне очень интересно, как будет действовать сейчас Т-42 без этого стремительного светляка Т-1. Ну, посмотрим, кстати. И едут они по 4-й, по 3-й, 4-й линии, стремляются вперед. 4 тяжа, 5-й, Бладос подъезжает к ним, Калента, Камелот сейчас ведут весь этот раж. И не нарвутся ли они? И тем временем раж попадает за свет казакам, которые, да, которые с первой линии. И вот, встреча, встреча. Минус 266 сразу же накидывает. Крабеша попадает на ходу, на 44-ке попадает на ходу по Астону. И смотри, куда они едут. Вот посмотри сюда на 42-х, они едут прямо к базе противника. Прямо к базе противника. В то время, как казаки заходят уже сзади и падают им, можно сказать, на хвост уже. Выходят, выходят они. Казаки только 44-ку, Гнеша, которая преследует их. Ну, это всего лишь будет показать, что и как. По-моему, 42-е сейчас понимают, что их будет преследовать и догонять. Въезжают на захват Бладос и Калента. Смотрят на 44-ку. Ну и что дальше? Казаки сразу же разряжаются. Минус 334. У 29-го. У 29-го маркируют. Ну, Камелот, я думаю, как раз сейчас и будет куда-то уезжать и где-то прятаться. Мне кажется, это будет... И в это время Филе добрал Бизона. Филе добрал Бизона, он да, он... Немножко... Будет танковать. Василий Теркин минус. Минус. Двое остаются, двое тяжи, всего лишь 64-ка у Казаков. И просто выезжают из круга. Сейчас выезжает со 173 хп, остается у него... Все, все команды. Конгеши там добирает Апекса, но это абсолютно не важно, потому что вся команда, все тяжи, 4 штуки. Сейчас насели на Филе, у него остается 617, два выстрела буквально. Он делает один, пробивает Калента, у которого 8 хп. Конгеши просто не попадает сейчас никуда. Да, минус Филе. Калента остается целым, и Конгеши сам один. Ну и там еще Киас, да, добрал он Калента, 8 хпшного. Ну и... Ну и в это время у нас еще происходит одна битва, это два Т первых, они нашли друг друга. Здесь Бладос просто рвет на Конгеши. Ну, 44-ка от... Затанкует, затанкует его. И уйдет, ломает дом. Проходит, минус 206. И он попадает между трех огней, один выстрел, два хватает, 48 хп. Ну и кто? И Бладос добивает его. Там, на зеленке, кстати. Тем временем Киас добрал... Киас разобрался со своим соперником, разобрался с... Гишудом. С Гишудом. Но это ничему не приведет к хорошему, потому что... Ну, до конца боя три тяжелых танка ТД-42 остались на поле боя. Два из них встали на захват и... И, о боже, это действительно может быть самый быстрый поединок за сегодня. Астон поехал по пятой линии искать Светлячка. Камелот поехал... И Киас решил вернуться. Киас решил вернуться. Ну, на нуле сейчас Апостол прокликивает Камелота, чтобы на нуле он искал Светляка. Ну, в принципе, где-то здесь рядом он находится. Не знаю, увидит ли Камелот его отсюда. Но Бладусу получить захватчика в этом бою просто... Мы пленных не берем, пишет Апостол, кстати. Да, есть, видно. Видно Киаса. Не спрятится он. И... И Камелот поехал его искать. Ну, по-моему, это все уже. Здесь не стоит ничего говорить. ТД-42, да. Раш. Быстрый раш. Быстрые проходы. Четкий фокус. Отлично, ребята. Звезды. Звезды. А то. А то. Звездная лига. Стар Ладра, друзья. Да, вот Камелот уже находит Киаса. Киас пытается прятаться. Но отстреливается. Камелот не попадает по Киасу. Он куда-то убегает. Не попадает по нему. Истретит. Истретит, и Бладус. Да, да, да. Ну, может, действительно получится так, что пленных не возьмут. Нет. Ну, Камелот... Не взяли. Не взяли. Киаса в плен. Киаса и... И минус. Вот это да. Вот это да. Второй бой в матче ТД-42. И видишь, опять зеленые, зелеными я называю, пчел и 42-х просто такие. Это Альянс. Они показывают сумасшедшую просто игру и разбивают своих противников на ура. Вот это да. Вот это да. Наверное, просто ТД-42 очень внимательно следили за нашим стримом. Посмотрели, как это все получалось у пчел и решили по максимуму. Может быть и так. Может быть и так. Два боя. Два ноль. В пользу ТД-42. В пользу ТД-42. Характерники. Теперь я тоже вам скажу уже. Ребята, соберитесь. Реалист. Ну, ты же умеешь приводить свою команду к победе. Мы это видели и знаем. Давай, сделай что-то. Кангеши, Т-44. Может, стоит задуматься о еще одном тяжелом танке. Кстати, вот мне тоже кажется, что если бы был еще один тяжелый танк у казаков, они смогли бы что-то принять. Из три хотя бы. Вот один из третий. Дамажущий, да? Дамаг-дилер главный, да. На восьмом левеле БЛ-9. Лучший, по-моему, выбор для артиллерии. Для артиллерии, да. Лучший выбор для танка, по-моему. Лучший выбор, кстати, для артиллерии, это, мне кажется, отсутствие ее. Вот сейчас казаки полностью без артиллерии и не знаю, к чему это приводит. Не хватает им, да, кого-то вроде? Не хватает им, да. Не хватает им поступательных действий по зелени. Они пытаются сейчас первый раз проехать, пытались на зеленку. Их вообще там не пустили туда. Второй раз пытались проехать по первой линии. Их там увидели, заманили за собой на их же базу. И, да, и там же, воспользовавшись прикрытием, всеми укрытиями, которые там на базе. Ну, да, и тем, что там отвлекся немножко филит для того, чтобы забрать... Бизона. Бизона, да. Ну, вот. Хорошо, друзья, мы ждем вас. Конечно же, собирайтесь. Одну минуту попросили ребята из ТД-42. Ну, конечно, после таких напряженных боев стоит передохнуть и, не знаю, выпить чайку, сходить туалет, точно. Самое главное не курить. Хочется закурить, проедите на Т-50. О, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это StarLadder TV. Это Киев Киберспорт Арена. И это... Старлига. Старлига. ТД-42 против характерников. Попросили сейчас ребята немножечко подождать. Ну, подождем, естественно. Парни показывают замечательное танковое рубилово. А сейчас вот производят замену. По-моему, нет, никого не поменяли. Стракторы хотели поменять. Апекса. Реалист говорит, что они готовы. Ксенон говорит, что тоже готовы. Ксион. Ксион. Ксион, да. Ксенон. Ксенон. Кстати, интересно. А когда-нибудь включат фары на танках? Вот это было бы интересно, да. Но при смене погодных условий или при смене... Времени суток. Времени суток. Может быть, это сделают, да. И посмотри, что происходит. Нету арты вообще. ТД-42. Два ИС-3. Ну, и два Т-1 в завесах. И напротив них... Казаки. Четыре Т-32, 44-очка, два Т-1. Вот может, стоит все-таки взять ИС-3 вместо одного Т-32. Или вместо 44-очки просто в пять тяжелых танков. Ну, казакам виднее, в принципе. То есть, мы сегодня уже видели, как ребятки из ПЗЗ, то есть, вырвали все-таки два очка в бою с Red Nova. И сыграли, в принципе, в ничью по два очка каждая из команд получила. Да, бой начинается. И поехали. Что же здесь сейчас будет? Третий бой в матче между ТД-42, Денис Клоу и казаки-характерники. Казак-характерники. Повредил боекладку Мегишут, потом... Добрал все-таки. И один Т-1, Титан на Т-1 уже. Посмотри сюда. Опять берут все в свои руки с ТД-42 и едут просто по прямой. Они уже видят реалиста. Реалист, кстати, да, увидел одного из тяжей противников. И вот в засвет, наконец-то, попадают все ТД-42. Просто по центру выезжают. Но они решили, что зачем мы будем ждать? Мы и так классные ребята. Мы приедем, просто убьем вас на базе. Где? Где? На базе, да, скопились... На базе казаки стоят, ждут. Уже получают, кстати, фили. Въезжают сюда. Просто врываются на него, коленто, останавливают. Три в один они выходят на него одного. Тут же его фокус. Пробитие по коленто попал. И что дальше? Подставился только что Апхекс? Апекс. Апекс. Горит, горит кто-то из характерников. Горит Василий Теркин. Ну, успел потушиться. Ну, может, просто не поставил себе огнетушитель или не прокачено. У него это умение, у танкистов. Апостол выезжает, дает еще по Василию Теркину в аншотный. Он остается 357 хп. И берется... Тем временем берется база. Характерники тем временем берут вас в базу противника. Двумя-то первыми они зашли. Двумя-то первыми? Ну, Василий Теркин, 44 хп, сейчас надо его добирать. Клиенты выходят на него и... Да, есть, забрал. Но два первых все-таки берут базу. Ксион. Ксион вернется. Вернется и будет сбивать этот захват. Но не знаю, как он продержится. Там один против двоих. И вот 4 в 4 сейчас остались ТД-42 против характерников. Да, действительно, 4 в 4. Реалист сейчас попал. Пытаются по максимуму добрать Реалиста. Под общий прострел. Апостол, кстати, тоже тем временем возвращается. Ну и что дальше? Мне интересно... Самое интересное, смотри. Все это время ТД-42, Кангеши просто игнорировали на его 44-ке. И вот только сейчас... Есть сбитие захвата. Успел вернуться к Сион и сбить захват. Но его забрали Т-1. И здесь Апекс надо сбивать. Сбивать с любого. Ему не дают прицелиться выстрелами. Эти маленькие Т-1. Ну и Апекс собьет здесь захват. И остается единственный танк, который вообще остался сейчас у Казаков. Вот это да. Потеряли двух Т-1. И еще и плавал. Еще и взорвал боевую кладочку. И Т-32-го одного. ТД-42. Раш Тим. Просто Раш Тим. Молодцы, ребята. Танковое рубило на высочайшем уровне. О да. Боже, танковое рубило. Действительно классно сейчас действует. ТД-42, они не дают никаких шансов Казакам. Не дают им вообще встать, прицелиться, куда-то занять какую-то позицию. Сфокусировать на каком-то одном огонь. Друга прикрывают постоянно. 42-ые. Молодцы, ребята. Видно командная работа. И знаешь, что мне кажется? Я думаю, они готовились. Они готовились. Ну естественно готовились. Вот все то время, пока вот сейчас шли три других боя, эти ребята реально готовились на этой карте. Надо будет у них, кстати, спросить, готовились ли они по-настоящему. Или это у них все уже так настолько вкоренилось в их процессы подготовки, что они уже просто жаждут крови. Ну во-первых, здесь действительно готовились. А во-вторых, это еще и эффект неожиданности. Некоторые срабатывают. Вот наш главный судья интересуется счетом в этом бою. Да, он, к сожалению, сможет посмотреть результат действительно только по стриму, который... Через 10 минут. Через 10 минут, да. Спасибо Twitch большое за это. Ходит, улыбается, хочет присесть с нами, посмотреть действительно. Действительно крутой бой, крутой поединок. И что ж, наши команды, сетапы. Сетапы, ребята, решили немного так же, да, изменить. Стрима вверх, Теркина вниз. Блин, я еще раз проверю, действительно ли я это все записываю. Да, это все записывается. Это все можно будет посмотреть на Twitch TV. На StarLadder TV можно будет посмотреть в разделе видео. Сохраненные видео. И что же, друзья, все-таки смотрим. TD-42, возьмут ли они с собой Хумель? Действительно, они готовы на это пойти? У них все и так отлично получалось без арты. Не, ну подожди, с этой базы или уже три боя? Ну, непонятно вообще, да, что происходит здесь. Итак, гоу-гоу-гоу, друзья. И вот у нас четвертая сходка в четвертом матче. TD-42, Деннис Клоу против Казак-Характерники. И интересно, предпринимают ли они то же самое и с этой базы? Действительно, Алексей, он сразу поедет и будет уничтожать всех своим засветом. Ну, как уничтожать всех засветом? Просто засвечивать всех и не давать никуда проехать. И все-таки взяли с собой Хумель, посмотри. Взяли, да. Они опять поменяли свою тактику. Четвертый бой, а они собираются по-другому. И кажется, они прогружаются сейчас анстрим. Ребята могут попросить... Анстрим, анстрим почему-то не зашел в бой. Стоп игра, стоп игра, стоп игра, стоп игра, стоп игра, стоп игра. Да, сейчас стоп игра, сейчас ребятам надо остановиться. И просто постоять. Светы были, анстрим не прогрузился. Обидно, обидно, досадно. Сделаем, может, рестарт. Да, это будет рестарт, друзья. Если в ангар, то сами выходят последние. Да, ну бывает и такое. Бывает и такое. Смотрим, все ли действительно сейчас остановились. Все ли... Вышли в ангар. Вышли в ангар. Ну, у тебя вроде все, у меня не знаю. Выходи тоже. Каммелот. Едет еще и... Нет, в ангар, в ангар, в ангар. Так, друзья. Выходим, выходим, выходим. Все просто в ангар. Да, ну и мы выходим тоже. Из этого боя. К сожалению, такое бывает. Это не лан игра, да. То есть все ребята сидят у каждого у себя дома. Каждый у себя в городе, у себя дома за компьютером. И вот все дружненько сходятся здесь у нас в тренировочных комнатах. Бывает разное. Бывает свет тухнет. Бывает свитч падает. Все по-разному. Кто падает? Свитч. Как у нас было. Помнишь в клубе? А, да. Видимо, не все вышли во всех командах сейчас. Антистрим не вышел. А, ну естественно, да. И пока он не прогрузился, его никуда. Да, ну значит пока что небольшая реклама. Троих, а четыре даже попадает. И здесь, пусть ультой, троих, трипл килл, французы, что творят? Где же ульта Твиста, 106% рейджа. Он выжидает, он выжидает в последующий момент. Ждет, ждет. Жесткий хэдшот. Контакт в доме. Минус. Перезарядил шотган. Тут же второй. Это нож. Его видят трое, разряжается. Ух ты, ты еще и пилет. Минус 400, они попадают два раза. Дай 59 за счет скорости. Отъезжает. Дота 2, Point Blank, World of Tanks, Bloodline Champions. Киберспорт-арена представляет первый сезон глобального игрового проекта для игроков и болельщиков. Новый формат турниров, звездный состав участников, профессиональные комментаторы, лайв-трансляции, шоу-матчи и миллионы зрителей. Стар-серия для 16-звездных команд. Про-серия для рвущихся в элиту. Аматорская серия для новичков и любителей. Тысячи команд, сотни турниров. И один рейтинг. Выбирай игру, собирай команду, участвуй в турнирах и занимай свое место в глобальном латтере. Главный технологический партнер корпорация Intel. Генеральный партнер компания Asus. Разработчики игр Innova Systems и Wargaming.net. Партнер трансляции Twitch.tv. Игровой центр Киев Киберспорт-арена. Геймеров миллионы. Команд, тысячи, профессионалов, сотни звезд, единицы. Это Старладер Чири. Да, сейчас прошёл небольшой технологический сбой. антистрим не прогрузился и ну такое бывает да надо на самом деле при этом останавливать бой для того чтобы человек успел прогрузить прогрузиться все танки должны быть недвижимыми недвижимыми и не должно быть ни одного засвета так как засвет произошел потому и делаем рестарт но ничего страшного я думаю что ничего тут такого страшного для команд не случится особенно для тд-42 которые выигрывают уже 30 в трех боях они одержали сокрушительные победы над своими противниками кто-то как обычно куда-то ушел пишет xeon ну мы подождем конечно же не будем стартовать без бойцов естественно подождем слушай ну как тебе это вообще как те старладдер мне кажется что просто грандиозно особенно я тебе скажу что грандиозно старладдер это звездная лига я просто сегодня был свидетелем четырех таких поединков ну которые до этого можно было там наблюдать но разве что только там на intel челленджа а тут все расклады и каждый день по четыре матча на протяжении месяца но это лучшее что по моему может быть прямом эфире ты я и лучшие бойцы значит лучший команд руссервера и начинается вот они начинают свое действие вот они вот они кстати с посмотри как изменился сейчас составу обеих команд а казаки взяли с собой хумель четыре тридцать вторых ты пятидесят это первый вот это ну и одного из а третьего трех тридцать вторых хумеля т-50 т-1 взяли сорок вторые и астана я надеюсь уже боялся что не прогрузится он но все-таки прогружается мне как обычно нужна помощь для того чтобы меня просто вольнули замочили я проверял пишется ли это все потому что это грандиозно то что сейчас делают 42 они ну мало кто на это способен то что делал дэннис клоу да ой тэннис клоу с характерниками убьет меня видимо вот этот человек вот это а нет и без четкого вывода не и у нас артиллерия реалист на хумеля сразу же передвигается в а 0 ему подсвечивать будет киас на т-50 там солнце и уже проехал по городам до 50 мы увидел что и кстати его подсветили он был засветил все уже и так поняли что там был засвет да ну а где едет у тебя есть хумеля хумель попал засвет как-то засветил просто апостола и сейчас все может разрушиться в тактических соображениях интересно реалист нанесет выстрел реалист стреляет и есть минус апостол с апостол до остались сейчас без артиллерии понимаешь что где-то здесь был света может быть и как-то по-другому сделали это и вот казаки смотри подсобрались ребятки уже вчетвером 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 собрались до зажда и и ждут есть рта ну и знаешь что я тебе скажу не дождутся они дождутся потому что тогда 42 не хотят стоять или хотят стоять да ну ладно и есть засвете калин калинта минус 262 от хумеля он получает и на него там едет едет босс с антримом и вышли 2 в 2 сейчас они флангуют флангуют кангеши на 32 кстати пересел да то есть в первых боях он был там на т20 два боя провел на 44 очки и вот сейчас он на 32 игнорирует он гешуда хумель еще раз накидывать не снимает ни с кого не попадает и вот сейчас получается самое интересное астон не может выехать для того чтобы попасть по кангеши хоть раз но может но кстати видишь казаки вышли 4 в 3 сами вышли и попали в засаду на 4 3 но не надолго забрал или не поддержать я забрал гешуда да сейчас сейчас указали имущество и смотри сейчас казаки вот конкретно камгеши сейчас стоит 1 в 2 давай посмотрим что происходит здесь здесь происходит боже 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 где же бой двух пятидесятых да и кто победит это будет значит очень много если победить сион то он будет сможет выезжать уже на артиллерию сможет просветить что и там дальше да он сможет это увидеть тем временем здесь здесь у нас как здесь все плохо у 4 в 3 сейчас сражаются казаки 4 в 4 выборы подошел к ним на помощь филе и его все минусуют тут же филе клинчуют калента еще минус минус анонстрим 2 флок 3 вторых еще есть у казаков и филе с двух сторон зажат боев между двух боев говорю между двух огней да 4 минус 400 пробил кстати добирает филе добирает каленту ну и здесь да фили помрет но минус 309 у него же нашел там хумеля и я пытаюсь чтобы это было все показано да вот сейчас можно все увидеть хумель разжается последний раз не попадает его забирает сион сейчас все он сможет просто встать на захват и уже и посмотри казаки казаки затащили все-таки ребята дала камелоте чего вадим должен будет просто сдержать убить фили не пробивает и может получить от босса сейчас конкретно от получил что камелот доберет ли он фили нет не успевает фили добирает его один только ксион он на захвате базы его не видно к сожалению переключайся на этих ребят не может здесь проехать фили вот это да а вот сам едет на захват или просто хочет как-то объехать но надо сбивать по любому надо забывается пытается посмотреть где же там эти враги не выехать бы захвата по что принципе можно можно еще что затянуть филипп едет у него есть еще целая минута чтобы доехать и бить захват но ксион выбрал он не слишком удачное место для этого а я ей ей что же такое может быть он просто надеяться то что он уйдет последний момент но и куда и зачем и все равно на захвате уже стоит босс смотрим смотрим ждем да смотрим сильно ну а ну да если фили спрячется сюда за эту насыпь за который прячется все то выхода у него уже не будет да сейчас все он наш ксиона есть минус 93 он набрасывает фили попадет на фили попадает размочили счет четвертом бою этого матча ну казаки собрались жалко что только к четвертому что могли бы наверное изменить полностью ход этой встречи соберись они на бой раньше да но только так пока что хорошо смотрим удастся ли казакам взять еще один бой затащить еще один бой получить еще два очка в этом сражении итак друзья с вами гагидзе с вами танчик 86 я и забыл же какие цифры потому что здесь такое происходит с вами т.д. 42 денис клоу и казак и казак характерники в четвертом вами старладдер в четвертом бою первого дня старт сервис ух горячо горячо классно классно ребята сегодня отыгрывают на эндске завтра кстати тоже будет происходить бои именно на этой карте сейчас вот котофей хочет что-то ворваться и сказать также с вами незримый котофей я воздержался от комментариев предыдущему бою хочу сказать одну такую вещь для команд про вылета добра вылет когда у нас переигрывается какой-либо раунд в составе матча в случае вылета в случае каких-то технических проблем у нас это бывает мы переигрываем эти раунды в принципе регламентом не запрещено при переигровке менять состав но есть такое понятие как фэрплей и в принципе по хорошему команды должны выходить в тех же составах которых они были до этого то есть менять состав конечно нежелательно да такая маленькая реплика от судьи до маленькая реплика от судьи перед последним боем на сегодня это будет действительно последний бой интересно кто же его выиграет наберут ли четыре очка сегодня дэннис клоу или казаки не дадут из возьму два очка в этом бою казаки характерники до составы по сравнению с последним матчем не поменяют чуть-чуть поменялись 232 2 са 3 хумель т-50 и т-1 у т-д-42 и четыре три старых хумель и т-50 у казаков характерники опять не прогружается и изи 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 загрузился есть все все отлично гоу 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 пишу я и мы сразу же смотрим за светлячками есть первая встреча есть первый засвет это ты первый титан встретил ксенон ксиона и все он конечно же его добирает безнаказанно забирает его ксион вот так вот минус минус глазки минус глазки для казаков сразу же слишком как-то бодренько он прорвался что ли да ну и покажет ли что там еще сейчас попытаюсь переключиться не есть засвета тем временем есть засвет видно двух исов третьих т-42 видно благо со и видно офиса ну понимает по ним состреливается хумель попали знаешь почему видно по что т-50 вражеский то здесь находится ну да конечно же с уже приехал на зеленку по нему не глубоко глубоко заехал видно хумель опять засвете да ладно да хум засветит сейчас вот только-только он сейчас пропал и ой-ой-ой как близко сейчас к апексу киос да но его должны забрать по идее но кто хумель отстрелялся по хуму но не попал виден весь видно всех тт тд-42 и и апекс уйдет ой киос уйдет что ли от апекса нет не уйдет не уходит там да каренда хорошо здесь забирает и будет прятаться теперь 42 вымаять наверно на себя противника наверно точно будет на себя противника или поеду дальше отстреляется реалист по плату не попадает он к лента догоняет своих визави и смотри 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 что делает смотри что делают свои ребята смотри что делает тд-42 они не останавливаются ни на минуту просто и продолжают вчетвером танковать 446 только что по изи таркету прошел выстрел кстати гишут иксион уже проехали к базе казаков и будет сейчас отвлекать их с той стороны или будет ли просто будет захват или им ты первый до въезжает там на захват к ксион поехал за хумелем истам и посмотри есть у него это получается заходит сзади разряжается и прячется от конкурс хумель 866 набрасывает 32 какому кого посмотри это был по моему клиенту у коленто меньше всего осталось вот это да но это было его последний выстрел на сегодня потому что ксион действительно забирает его посмотрим да у коленто сейчас не очень хорошо дела он 3070 хп у него остается но он и держится по отдалю от своих противников тем временем берется база астрим онстрим выходит на коленто слушай ну доберем вообще сейчас есть добирают 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 4 в 3 4 в 3 сейчас тд-42 остались горит конгеши сейчас выезжает стрим на на коленто его его останавливает апекс и апостол тем временем забирает догорел и все забрали забрали он стрима и босс остается один против четверых и берется база и что будет раньше захват базы или 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 пленных не берем пленных не берем действительно ну все все есть на 95 гг вп спасибо ребята вам отличные бои спасибо тд-42 молодцы красавчики быстро четко динамично а завтра завтра нас ждут следующие бои эйсис против и надо фьючер раж 2 против раш 3 вот это будет классно раш 1 против гов синерджи дед ред армии против раши рус 39 завтра да завтра мы увидим всех основных я бы сказал что это действительно основные красные плюс увидим двух новичков которые так вот как-то ворвались в последний она за фьючер ус 39 посмотрим из чего они сделаны и как это все будет также еще одну команду гов а именно синерджи тузы ну и дед ред армии которые остались без своего капитана дэд энджела посмотрим где он куда он ушел ну да на самом деле мы знаем что он ушел в 42 да не клоу но посмотрим увидим ли мы его в нашем ладдере включайтесь завтра по киеву это будет 6 часов вечера в москве будет уже 8 в минске в минске 7 будет да то есть в гоналулу будет хрен знает сколько но включайтесь не забывайте мы работаем даже в гоналулу это вот star ladder tv это star series для вас работали танчики и гагидзе да и был еще здесь естественно котофей ух 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 до завтра до завтра друзьям до вечера ух 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 ух